Химик завершил сезон на восьмой позиции с 65 очками в активе. На финишной прямой регулярке воскресенцы постарались спортовать. И в 12 последних матчах одержали 8 побед. Могли бы и больше, но запала на рубину и игру в последних турах не хватило. В итоге в плей-офф команда сыграет против Челмета. Поговорили перед стартом серии с главным тренером Химика Олегом Горбенко. Я считаю сезон удовлетворительным, как команда сыграла. Хороший результат. Восьмерки лучших команд страны. Учитывая все нюансы фарм-клуба. Это и передвижение игроков. Поэтому результатом регулярно в чемпионате довольны. Как оцените готовность своей команды к плей-оффу физически и психологически? Что тоже немаловажно. Мы всю регулярку прошли по большому счету без провалов в плане физики. Поэтому подготовились. Я думаю, плов готовы. Физически точно, психологически. Я не знаю, что ребятам будет тяжело, но наша задача помочь им, чтобы справиться с волнением. Ну и, я думаю, и зрители помогут. Войдем, начнем, стартанем, вважимся в бой. Потом война покажет. В команде говорят о том, что Химик уже много раз уходил в плей-офф. Но так и не удалось ему первого раунда преодолеть. Или стараются не обращать на это внимание? Да нет, ну такого вообще разговора нет. Прошли первый раунд, не прошли пяти года. Это уже история. Надо творить сегодняшнюю историю. Поэтому входить с нуля. И другие игроки. Кто-то остался, кто-то. Новые ребята пришли. Как получится. Я так собрались, собрание собирали. Говорю, это путешествие, которое... Никто не знает, как закончится. Хотелось бы, конечно, чтобы оно продлилось подольше. И всем принесло радость. Как нам, команде, так и болельщикам. После возвращения в Воскресенск большого хоккея Химик ни разу не смог преодолеть границу первого раунда плей-офф. Хотя в этой стадии турнира принимал участие уже три раза. Сначала Сканева оставила желто-синих позади 4-0 по итогу серии. В этом году питерцы вообще сенсационны в аутсайдерах. В сезоне 2017-2018 годов Зауралья не даст пройти дальше 3-1 по сумме встреч. В следующем году вновь топ Югра. Поступ Мамонтов не остановить и итог 4-1. Что это проклятие, невезение или объективная картина? Перед серией с Челметом мы спросили, не давит ли такая история на хоккеистов у нападающего Кирилла Смирнова. Хоккей, игра. И просто в те годы где-то везло другим командам. Где-то, может, чуть удачливые были, чуть посильнее. Каждый сезон это новый вызов нам. И завтра начнется наша новая дорога. Какое-то проклятие, какое-то метафизическое что-то явление вы не воспринимаете? Это я знаю, что суверные бывают хоккеисты. Ну как так? Не может быть такого, что это непреодолимый рубеж. Нет, мы преодолеем его. В первом матче серии хоккейные боги будто бы гадали, решали судьбу Хименко, сыграли аж целых 5 периодов. Увертайм прилично затянулся, но в итоге Илья Авраменко всех отпустил домой. Илья прокид, Смирнов. Авраменко лезет на ворота. И шапа ворота! Илья Авраменко! Во многом результат в плей-офф зависит от игры вратарей. Никита Беспалов сыграл надежно, отразив 57 бросков. Во втором матче свою работу выполнил на отлично Андрей Скавронский. Челмет пал 4-1. Перед серией мы спросили Олега Горбенко про нападение команды, где по-прежнему результативнее других возрастной Олег Губин. В этом сезоне мы совершенно по-другому играем нападение, потому что у нас мы чуть поменяли тактику в связи с другими ребятами, с которыми можно играть агрессивнее, быстрее. Я думаю, что Олег набирает очки, но это мастерство, поэтому я думаю, я уже как-то в интервью говорил, что если ты с детства начинаешь набирать очки, то ты всегда их будешь набирать. Поэтому это мастерство, завершение. Да, где-то это можно подправлять в тренировочном процессе, но все равно это идет интуиция. То есть мы рады, что у нас есть такие нападающие, ну и ребята тянутся за ним. Ну а нападение мы в этом году добавили агрессии, поэтому и плов хотим сыграть более агрессивно, быстро, чтобы больше быть с шайбой, больше быть в атаке, чем обороняться. Серия переезжает в Челябинск. Остается надеяться, что Химик продолжит побеждать и на выезде. Уже завершился и сезон для другой желто-синей команды. 7.62 в последних турах сезона встретилась со Скифом. Нижегородки завершают регулярный чемпионат на третьей строчке. Дебютанты планировали обыграть на классе. Именно так вышло в первом матче, где воскресенская команда уступила 0-7. Однако в последнем туре 7.62 устроили настоящую битву. Поначалу казалось, что будет повторение разгрома. Скиф забрасывает на первых же минутах, как и в прошлом матче. Ольга Прокопенко делает даже не бросок, а скорее наброс на ворота. Но Юлия Волкова не успевает закрыть низ. Обидная шайба. Волкова – рекордсмен лиги по количеству отраженных бросков. 722 раза она выручала свою команду. Такую нагрузку не получал ни один вратарь лиги. Юля практически играет без ротации. На площадке она провела рекордное количество минут – 1369. И железным леди надо отдыхать. Желто-синие хватают удаления и пропускают еще одну шайбу в первом. А потом и в начале второго периода Волкова отправляется на скамейку запасных. Все это время на площадке сумасшедшие скорости. Но 7.62 будто не хватает еще одного движения, чтобы обогнать соперниц. А когда удается улететь в контратаку, отворачивается фортуна. Нестеровы не удается переиграть Меркушеву. Вышедшая на замену Ларова играет надежно, насколько это возможно при таком давлении. Она пропустит еще две, но перед этим желто-синий один раз. Но ударят молниеносным стилетом. Это опять будет Александра Нестерова, которая один на один разберется с вратарем сборной России. Это было очень круто. Я очень хотела ей забить, потому что лучший вратарь России, считайте. И я очень хотела ее пробить. И все-таки у меня получилось. Игра такая скоростная. И как ты думаешь, вы способны на этих скоростях до самого конца играть? Хватит ли сил? Конечно, хватит. Мы играем почти все игры в три звена. И мы уже привыкли, дыхалки хватает, поэтому мы уже в форме. Последний вопрос. Почему так мало бросков? Буквально вот, наверное, за это большинство набросали больше, чем за весь период. И так мало позиционного нападения. Честно, я сама не понимаю. Вроде бы, ну как бы, пытаемся, как-то входим в зону, пытаемся на пасах бросать. Но они, наверное, сильнее и как-то не выходят просто доехать до этих ворот. Но если есть момент, мы пользуемся им. И если есть хоть какой-то, вот я в ноль вышла, да, я пытаюсь этот момент реализовать. Ну, девчонки, на самом деле, очень способные. Они соображают, у них скорость есть. Я думаю, эта команда через год или два даст еще жару. За счет чего Скифа одерживает свои победы? За счет сплощенной команды и поддержки друг друга. Самая молодая команда ЖХЛ 7-62 завершает этот сезон поражением от Скифа 1-5. Но вряд ли кто-то их осудит. Это была настоящая битва. В следующем сезоне желто-синие, которых уже не испугаешь ни громкими именами, ни космическими скоростями, покажут свой лучший хоккей. По крайней мере, этого ждут болельщики. Проба пера была. Теперь пишут на бело. Александр Иванов, Владислав Максимов. Новости Искровект.